и приветствую дамы и господа сегодня у нас очередной ролик про адмирчику а именно гташки 5 прошлый ролик который записывал про корпорацию залетел неплохо поэтому я решил сделать вторую часть этого же на концовку что у меня получилось сколько я за этот месяц доработал и так далее но передачаем роликом всем желаю приятного аппетита всем пожелаю приятного просмотра но мы погнали ролику итак смотрите пацаны получается ребенке то пришло после ролика статья ролик который я записал сейчас выезд подсказка правом верхнем углу можете посмотреть то есть что изменилось у меня после прошлого ролика у меня появился третий завод раз новый дом ну и сейчас я все вам объясню покажу на и смотрите начнем с того что у меня появился вот третий завод два этих у меня было завода я переехала получается мир парка вот сюда вот и ну давайте начнем на и нас с первого это корпорация не корпорации данный момент получается у меня 16 миллионов на счету я буду это считать потом при монтаже а вас будет не гранчик и вылазить на считаем 15 раз и то есть потом заходим в перки перок у меня сделано на 4500 прибавляем до изначально то есть я потратил свою корпорацию 2 миллиона то есть я купю за 2 миллиона на ней был один завод и две линии если не ошибаюсь или три линии не буду врать давайте возьмем 3 линии хорошо больше ничего не бывало то есть затраты были 2 миллиона и токси посчитаем посмотрите после покупки корпорации я получается купил еще два завода это за 300000 и за 400000 это 800000 рисуем потом на эти два завода я еще купил по три линии это плюс лям 200 потому что три линии это по 600000 и еще одну линии докупил на первом заводе это плюс 200000 значит идем дальше купил опять же дом мир парке за 2 миллиона плюс бизнес там же барбершоп за 6 миллионов 500 купил потом что еще купил это я все покупал за капитацию корпорации деньги то есть я не считаю что свои деньги я вообще не работаю я чисто вот на корпорации потом поехали дальше что дальше у меня давайте наверно зайдем в дом после того дома я купил этот дом за 6 миллионов давайте пройдемся по тачкам то есть транспорт у меня получает старый гелик плюс четыре с половиной миллиона мазда и седьмая я ее взял за миллион двести бэхи буду считать тысяч по 150 там плюс и минусом это не суть важно это плюс 150 плюс 150 бурита буду считать по 200 тысяч по 200 тысяч бога это не моя заместитель моего потом mercedes v-class он обошелся у меня 2 миллиона девятьсот тысяч юга это было у меня на корпорации бурита 200000 еще одна бурита 200000 м3 и 30 это 150 тысяч еще одна плюс 150 тысяч бурита плюс 200000 м3 опять 150 тысяч опять бурита 200000 и поехали получается у нас что это дор это акула акула обошлась меня в 7100 mercedes-benz это новый гелик это он обошелся у меня в 5 и 3 не ошибаюсь и бенсон не обошелся в 2 миллиона то есть это что у меня по транспорту а еще у меня получается вот тот x он обошелся у меня 700000 дальше что я пропустил еще вам такого что мы не в складах до в складах у меня получается 1000 камней это плюс 2 миллиона потому что подверглись часы за кузаку придет примерно перерабатываться ресурсы ну я сейчас примерно посчитаю там побегу и потом вам скажу точную сумму даже не давать так просто и примерно это там 2 миллиона плюс весами там миллиона на 2 давайте возьмем 4 миллиона то что мне на складах дальше я себе получается купил сет там одежды не одежды и там возьмем примерно миллион плюс так дальше дальше я еще покупал тэшку за 2 миллиона и подарил ее заместителю своему это тоже было все с корпорационных денег получается итог вы видите сумма которую я заработал за 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 мини корпорации я вступил получает 31 на 1 давай считать на 1 2 месяца то есть 2 месяца я вступил и сегодня 33 месяц получается за полтора месяца я сделала вот такую вот сумму и не забываем то что это полтора месяца но из них плюс-минус пол месяца я еще развивал свою корпорацию она вот только недавно начал у меня прям все три завода функционирует нормально у меня если бы я изначально у меня было бы три завода то я бы еще на приумножил в раза два эту сумму которую можно если вывести было итог вот какую сумму и получается я заработал на корпорации создавать корпорацию стоит думаю ответ стоит да именно здесь где я играю что хочу вам дать совет смотрите прошлом ролике я вам говорил то что я перерабатываю горную бороду я скупаю дерево и я занимаюсь металловработкой но по совету подписчика спасибо конечно ему который писал мне комментарии то что я делаю трубы лучше делать либо арматуру либо сталь либо провода и то есть я отказался от права этот а труп и теперь с металлической руды который перерабатывал я делаю там три линии я делаю допустим одну арматуру одну сталь одну провода либо там три повода то есть по ним я вот те руду руду перерабатываю вот в эти компоненты и по факту я получаю больше чем я делал с труп а также по старому то есть получается я с дерева перерабатываю доски и арболитовый блок горной породы я делаю кирпич и цемент то есть цемент у меня уходит и на арболитовый блок и я еще добавляю его в кирпич да там выходит больше не спорю на 40 момента но 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 когда вы допустим закупаетесь на ресурсов на 10 миллионов и потом все это перерабатывайте то вы получается уже переработали то что можно было у вас остается лишний цемент там асбест клинкер и так далее и вы из этого делаете кирпичей и то есть тем тем самым я получается отбиваю татраты которые я делал это вот все что нужно было принципе знать о корпорации и что у меня получилось с нее поэтому если есть у вас вопросы пишите давайте если желаете попасть в мою корпорацию то пожалуйста welcome пишите в комментарии либо дискорде приму и выплата стоит автоматом за починку тоже стоит автоматом так что жду вас в гости напишите в комментариях